Приготовься, ведь сегодня тебе предстоит увидеть целый спектр самых разных пиравских версий ФНАФа, которые ты еще не видел. И да, леди и джентльмены, нам нужно с вами серьезно поговорить. Я должен вам признаться, что у меня нету финансов на то, чтобы купить бесплатное DLC для ФНАФ Секьюрити Бридж Руин. Как бы 0 рублей это абсолютно неподъемная плата для меня. Если ты тоже считаешь, что разработчики перебарщивают с такими неадекватными ценами, ставь лайк под этим роликом. Не, ну это реально уже ребор какой-то. И так как я не могу себе позволить поиграть в новое DLC по ФНАФу, я возвращаюсь к пиратским версиям ФНАФов, которых будет не 5 ночей с Фредди, а, собственно говоря, всего одна ночь, да и не с Фредди, а вот прямиком за Фредди. Да, сегодня мы окажемся в шкуре Фредди и не только. Смотри, этот ролик до конца будет много чего интересного. И честно говоря, судя по меню, эта игрушка выглядит вполне себе хайпово. Давай мы в нее поиграем и посмотрим, что она из себя представляет. И, конечно же, здесь обучение в виде целой тонны текста. Я, конечно же, нихренашеньки не буду все это дело переводить и читать, а потом буду жаловаться, что ничего не понятно и очень сложно. Это классика. Я реально Фредди, и эта игра реально выглядит очень стильно. Слушайте, а мне нравится, я бы поиграл в такой хоррор. Хотя, по идее, это даже не хоррор. По идее, мы будем... Так, меня увидела камера, судя по всему. Ааа, я, видимо, должен ходить только когда камера зеленая. Только когда он на меня не смотрит. Вот оно что. Ну, слушайте, я не шибко-то помню, где... А, вот оно, где охранник. А он дверь зачем-то закрыл. А что это ты, сыщ, что ли? Давай, дверь открывай свою. Я хочу немного тебя довести до инфаркта. Может быть, мы подо... Ага, ага, ага. По идее, у него вот та дверь открыта. Давай мы подойдем тогда с той стороны. Даже добежим. Опачки, опачки. И он эту дверь тоже закрыл. А что это ты дверь закрываешь? А что, если я буду вот прям ходить и намеренно заниматься какой-нибудь ерундой? Давай, давай, ты не выйдешь оттуда живым. Смотрите, он отворачивается такой, типа, не-не-не-не-не-не. Не надо. Не хочу. Не буду на тебя смотреть. Так, это забавная игрушка. Все-таки стоило, наверное, прочитать обучение. Давайте мы тогда посмотрим, что здесь по локации интересного есть. Там снизу энергия какая-то. Я вот не совсем понимаю. Это энергия как раз-таки этого челика, и мы должны потратить ее до конца. Или это наша энергия из-за того, что я здесь бегаю? Окей, я пока что никого не вижу. А, я что-то собрал. Я должен его пугать взаимодействиями с объектами. Вот, я ему 5% паники поднял. Я понял. Окей, так он вообще не реагирует на то, что я здесь хожу. То есть у меня камера подсвечена. И давай дальше что-нибудь включим. Откроем эту дверь. Ага, 10% мы пошумели. Так он же видит, как я хожу возле его окна. У него процент паники уже должен быть 99. 99, по крайней мере, если бы я где-то работал, там ходил огромный аниматроник-медведь, я бы тотально так обосрался. Давай дальше посмотрим, что мы еще можем здесь сделать. Я пока что ничего не вижу. Было бы прикольно, если бы здесь обучение было более наглядное. То есть сразу бы тебе показали, что ты можешь делать. 15% Звуки такие забавные. Что я еще могу потыкать? Да давай ты не будешь свои двери дурацкие закрывать, и я просто доведу тебя до инфаркта. Ну и все, и на этом все закончится. Так, окей, что я еще могу потыкать здесь интересного? Я не вижу нихренашеньки. Наверное, где-то здесь я могу что-то потыкать. Нет? Я больше не вижу никаких итераций с объектами. Их как будто бы больше нет. 25% мы набрали. А, вот здесь. Так я по кругу должен буду все это делать. А, двери теперь не закрываются автоматически, там было написано. А ну-ка, подкрадываюсь. Нет. Блин, давай мы здесь постоим, подождем. Немного. Возможно, просто нужно немного подождать у этой серой двери. И она тогда откроется. А, а, а. Хочешь открыть дверь? Хочешь открыть дверь? Нет, не хочешь. Ну ладно, пойду еще посмотрю, чем тебя можно напугать. Пока что я не вижу. А, да, здесь по кругу нужно ходить. Сначала сюда, потом, насколько я понимаю, вот сюда. Нет, не сюда. Ладно. А куда тогда? Наверное, здесь. А не здесь. А что делать тогда надо? Ну, 40% уже есть, это было не так уж и сложно. Я хочу попробовать еще раз к нему подкрасться. Знаете, так, аккуратно подкрадываюсь. Вот камера зеленая. Ага, дверь закрывается. Ну, что ж ты ее закрываешь-то? Нужно ходить, когда камера зеленая. Так, аккуратно. Аккуратно. Камера красная. Жду. Не паникую. Главное, чтобы я не паниковал. Так у него все время камера красная, он все время ее включает. Камон, чел. Так я вообще не могу ходить, он все время наблюдает. О, вот зеленая. Подкрадываюсь. Да блин, он сразу двери закрывает. А как тебя пугать-то, ублюдок-то этакий, если ты двери свои закрываешь? Может быть, ты глаза свои закроешь, чтобы я уже подкрался и запихнул тебе кекс в одно место? А, почему ты двери... А, нажал еще раз. Ну, у него уже 55% паники, а энергии как-то слишком мало. Все-таки, я думаю, это моя энергия, я должен успеть его напугать до того, как моя энергия окончится. Но я вначале неистово тупил. Вот она дверь. Давай, давай, подкрадываюсь. Медленно. Аккуратно. Меня вырубили. Вот такая вот незамысловатая, но интересная игрушка. Если разобраться, как в ней играть, думаю, будет гораздо интереснее. Ей ставим лайк и едем дальше. Переходим к мобильным версиям ФНАФа. Я нашел игру с одним миллионом скачиваний под названием «Двери ужасов аниматроник». На всех скриншотах там был Фредди. Я очень надеюсь, что это будут двери не кринжовых ужасов, а интересных ужасов. И я там слева уже вижу эту куклу непонятную. Я не помню, как его зовут, если честно. Давай-ка мы вскроем все это дело. А может я куклу вскрою, а? По идее, я должен вскрыть дверь. Только для начала мне нужно каким-то образом шкаф убрать. Нет, подсказка мне не нужна. А, вот я вскрыл. И вышел. Все, первый уровень мы прошли. Включаем фонарик. Ой, там будет Фредди! Да, там его голова. Я включил свет. Ой, скримеры. Страшно. Так я уже могу выйти, потому что ключ находится у нас вот здесь. Но пока что игра прям элементарная. Но она атмосферненькая. What the fuck? Вот это было неожиданно. Подловили меня самую малость. И мы переходим к следующей двери. Че дверь-то не открывается? Эй, нужно все шкафчики закрыть. Я что-то еще не прокликал? Я вот сейчас что-то не понял. У меня ручка на двери есть. Дверь, по идее... А, 1, 2, 3, 3. Что 1, 2, 3, 3? Куда мне это вводить? Я не понимаю. Я тупой. А, ну, ручка на двери не открывается. Никаких сейфов я здесь не вижу, если честно. Куда вводить этот код, я не понимаю. Мне казалось, что я должен открыть дверь и уже в следующей двери этот код вести. Но нет. Здесь некуда вводить этот код. Я реально не выкупаю. А че делать-то надо? Может, как-то нужно ящики отодвинуть? И за ящиками будет как раз-таки сейф какой-нибудь? А, вообще, игрушки интересные. Но, блин, я застрял буквально на втором уровне. Это че такое-то вообще? Че так сложно-то? Пару уровней прошел и все, тупой дальше проходить. Окей, попробую еще раз. Я беру ручку, ставлю ручку, отрываю, пытаюсь зайти внутрь. И ничего не работает. Да как так-то? Ай! Да боже мой, опять ты начинаешь свои игрища вот эти вот. Ладно, я готов посмотреть подсказку. Если бы она еще работала, она не работает. И вот так вот мы с вами зависли на третьем уровне. Я реально не понимаю, чем нужно заниматься дальше. Попробуйте мне в комментах подсказать. Если вы оставите много комментов про эту игрушку, я, возможно, даже к ней вернусь. Потому что у нее есть какой-то интересный потенциал. Но, камон! Я-то тупой. Что? Куда эти один, два, три, три водить? Может, нужна? Смотрите. Раз. Потом. Раз-два. И потом. Раз-два-три. Раз-два-три. И хрен там полавал. Очень обидно переходить к следующей игре под названием Спаси Аниматроника. Кто бы спас мою душу? Мы покупаем здесь Бонни по какой-то причине. И мы должны использовать гитару, чтобы успокоить Бонни. При этом гитара может сломаться. Что-то я пока вообще ничего не понимаю. Когда Бонни будет буянить, мы должны его успокаивать. Пока у меня есть планшет, в котором что? Это, видимо, эндоскелет Бонни. А, нет. Это прямо эндо-эндо. Кто эндо, что эндо. Это я вообще не понимаю. Так, окей. Ну, давай мы на гитаре поиграем. Дрынь. Дрынь. Как играть-то на гитаре? Ну, вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Он уже был не в порядке. Я же гитару не просто так достал. Ну, в смысле? Окей, попытка номер два. Там у нас справа сидит Фредди. Достаю сразу гитару. Как на ней, мать ее, играть? Я не понимаю. Вот она гитара. Может, мы просто должны ее доставать, и он тогда успокаивается? Хотя он меня испугал, когда я как раз-таки доставал гитару. Еще я не понимаю, что на планшете происходит. Тут что-то можно сбрасывать. А-а-а-а. Я понял. Так, но я не понял, как на гитаре играть. Вот сейчас. Как играть-то, екарный бабай? Так, я сразу достаю планшет, сразу сбрасываю голову Энда. Я не знаю, что за Энда. Наверное, это персонаж из ФНАФа какой-нибудь. Для меня неизвестный, потому что я небольшой фанат ФНАФа. Я не знаю, правую ногу его сброшил. Давайте я буду просто до упора все сбрасывать. Возможно, таким образом Бонни нас не испугает. Он просто не успеет, потому что я за спидрани это. Успел, паскуда этакая. Как тебе гитару-то в жопу запихнуть, чтобы ты успокоился? Я не понимаю. Так, попробую еще раз. Его голову я сбросил. Тело немного сбрасываю. Дальше достаю гитару. Вот, он уже смотрит на меня. Вот она, гитара. Ну вот что? Ну играй ты на этой гитаре, придурок. Ну давай ты, побурчи. Ну что-нибудь ты поделай. Я уже на все кнопки существующие нажал. Посвайпал как угодно. А, он вроде успокоился. Стоп, реально нужно просто гитару доставать? Так, надо еще ориентироваться на звуки. Ай-яй-яй-яй, вот сейчас нужна гитара. Вот-вот-вот, гитара. Все, все. Вон она, гитара, вот, на, держи, успокойся, я тебе ее показал. Релакс, глазки опустил. И не надо меня пугать сейчас, я знаю, что ты хочешь. Давай, может она бурчит? Да она не бурчит, вообще ей плевать. Так, ладно, ну и пошел ты в сраку. Я буду дальше сбрасывать эндок. Кстати говоря, по-моему, когда я закрываю планшет, у него проценты исчезают. Кстати, о, он успокоился. Так, я почти справился с этим. Осталось буквально правую руку, левую ногу и правую ногу. И все, энда будет сброшен. Я не знаю, откуда сброшен. Главное, чтобы меня никто потом не выбросил. Я что-то слышал, что-то нехорошее. Знаете, такой звук очень противный, который обычно ведет к тому, что он будет меня пугать. Вот она, гитарка твоя. Успокойся, на релаксе будь. На чиле, на чиле будь. Так, давай, 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 немножечко. Я успел. Все, я сбросил энда. Задачи выполнены. Я справился. А что дальше-то? Поздравляем, вы заработали 10 баллов. Неплохо. Я разобрался, это заслуживает лайка и подписки. За 10 баллов я могу купить Чику теперь и уже играть с Чикой. А у нее тоже гитара будет? Нет, у нее кекс. Я должен собирать кекс, чтобы успокаивать Чику. То есть я просто должен его доставать. А, ну, короче, я понял кор-механику этой игры. В принципе, если довести ее до ума, немного сделать поразнообразнее, будет прям прикольно. Ну, а пока мы двигаемся дальше. А дальше я решил проникнуться лором ФНАФа и поиграть в игру 5 ночей с Фредди. Происхождение. Ну что ж, здесь Фредди выглядит как-то всратенько, если честно. Давайте мы начнем новую игру. И, пожалуйста, пусть это будет не игра с камерами. Я хочу побродить, позаниматься чем-нибудь интересным. Нет. Что, блин? А за кого я играю? А где лор? А где сюжет? Я сейчас только что сделал что-то. Что я сделал? Я вообще ничего не понимаю. Где обучение? Вот если я первый раз запустил эту игру, что я должен делать? Как я должен вообще разобраться в происходящем, а? Окей, вот он Фредди с Алиэкспресса и Бонни какой-то желтый, если я правильно помню, как его зовут. И дальше-то что? Что? Чем мы должны заниматься? Я почему-то не могу включать фонарик. Я могу только фотографировать двери, причем и то очень редко. Так, ну они все еще стоят. Они, в принципе, в первую ночь всегда стоят. И эта игра называется Происхождение, но здесь нихрена ничего не происходит. Вы понимаете? Абсурд ситуации. Я причем ждал загрузку этой игры минуты две. И, а контент здесь, ну, наверное, больше, чем на одну ночь. Но это же скучно, потому что здесь ничего не происходит. Они даже не двигаются. Литерали, ничего не происходит первая ночь. А где дичащий флекс с аниматрониками? Где доведение меня до инфаркта и коричневых штанов? А где вот это вот все? В общем, этой игре я пока что ставлю дизлайк. Что-то я вообще прикола не выкупил. Потому что я быдло и не шарю и ухожу. Время ком к мобильному геймингу с гусями. 100 тысяч скачиваний, почти идеальный рейтинг. Я бы не рекомендовал этой игре ставить меньше пяти звезд, потому что... Гуси, они не найдут вас. Гусиная компания представляет гусей аниматроников. Ооо, здесь есть бесконечный кошмар. Что бы это ни значило. Ладно, я выберу бесконечный. А, я не могу его выбрать. Я могу только первую ночь выбрать. Ну, давай на харде мы будем играть. Пап, гусь ищет охранника в ночную смену с нуля до шести утра. Мы не несём ответственности за кастрацию на рабочем месте. Что? Жарплата 50 бачей в неделю. Нет, слушайте, кастрация того не стоит. Так, где моя мобила? Куда я её делаю? Алло, я приветствую вас на вашей первой рабочей смене ночного охранника. Здесь есть перевод. Я знаю, что вы сейчас меня не слушаете. Но в этой аудиозаписи есть много информации. Да ладно? Слева и справа есть дверь в ваш кабинет. Ну, здесь есть хотя бы обучение. Нажмите белую кнопку. Я понял. АААААААА, что за звук? АААААА! Как трёхметровый гусь за дверью. Что? Но если вы его увидите там, закройте дверь на всякий случай. С вами говорил предыдущий охранник этого заведения Джерри. Удачи тебе, Джерри. Там такой звук громкий. Для вас его тотально уменьшило. Здесь есть правило не пердеть, не драться суткой, не кидать сноц, я не знаю, что это такое. И не вставать под дверью. Ну, это логично, потому что вас просто раздавит. А, я могу на камеру смотреть. Это пока что самая интересная игра за сегодня. Мне уже нравится. Мой офис находится здесь. Они не смогут особо ко мне подобраться. Здесь показано, что это аниматроники. Они какие-нибудь люди в костюмах. Кто-то там немножечко переел просроченных аскорбинок и валяется. Какой-то чел играет посреди ночи. Причем это помещение для дефекации. Он там всрет. Опа. Ну вот его и дефицировали, так сказать. Костюм. Я не буду говорить это слово. На первой сцене у нас стоит уже какой-то утенок. Какая-то комната. И здесь тоже есть гусенок. А здесь никого нету. Вот здесь был челек. Он, в принципе, тут и стоит. О, он куда-то ушел. Наверное, сюда. Он такой, слышь. Есть че? А если найду? Так, окей. Этот все еще валяется. Пока что ко мне никто не подходит. А у меня энергия не бесконечная. Может, я немножечко напиточка попью. Пока что у нас время идет в реальном времени. То есть я должен буду посидеть в этой игре примерно 6-7 минут. Что на самом деле очень долго. Давайте посмотрим, сможет ли этой ночью до меня кто-нибудь добраться. Опа, очки. О, гусь пришел отсюда-сюда, мба. Окей, у них, наверное, есть какие-то имена. Но я не знаю, как их зовут. Опа, этот куда-то ушел. Гусь компани, рад видеть вас в нашем баре. А куда чел-то делся? Куда он ушел? А, вот сюда. Он прям хватается за голову и не понимает, что еще творится здесь. Эм, ко мне еще никто не подобрался? Вроде как нет. Наверное, всякие пожарные подсвечу и... Что за звук невероятный? Там еще арты с гусями. Окей, фузи вас хир. Я не знаю, что за фунзи. Окей, давай мы просто посмотрим еще раз камеры. А мне вообще энергии хватит, если я буду все время на камерах сидеть. Непонятно. Ко мне кто-то подобрался? Нет? Пока что никто ко мне не подобрался. Но челики поперемещались. Эти вот, в принципе, втроем они тут флексят. Этот вообще сидит, уже что-то распивает там. И он вернулся обратно к помещению для дефекации. Опять решил дефекцировать там себя, кого-то. Я не знаю. У меня 59% сейчас практически 3 часа ночи. Мне вот эта вот маска с гусем не нравится. Когда я на нее нажимаю, звуки страшные какие-то происходят. А я могу бутылку взять там справа? Нет, не могу. Еще там есть надпись. Алло, я приветствую вас на вашей первой рабочей смене ночного охранника. Я знаю, что вы сейчас меня не... А, я понял. Это та самая аудиозапись. Прикольно, что они ее сюда прилепили. Для таких дебилов, как я, которые не любят камеру слушать. А что если я нажму плюс процент? А, я время от времени могу прибавлять себе процент. Но я не думаю, что это пригодится нам на первой ночи. И, в принципе, гуси-то просто чилят здесь. Давайте не будем их отвлекать. Оставим их тут и пойдем к следующей игре. Пусть сидят, чилят. А мы тем временем поиграем в игру Ятен Хоррор Сессион. В ней у нас тоже должен присутствовать Фредди. И да, он здесь есть максимально всратый маленький Фредди. А кто еще? Бонни, Фокси, Чика. Ну, в принципе, все есть. Окей, поехали. Надеюсь, в этой игре... А! Я понял. Это будет страшно. Надеюсь, в этой игре не будет комнаты для дефекации. Хотя она бы вот сейчас после этого скримера мне пригодилась. Я должен найти какие-то объекты в этом доме. Почему я в доме? Почему я не... Да твою-то мать-то успокойся, ты медведь обдолбанный. Верни меня на землю и больше не трогай. Какие объекты искать? Он меня находит быстрее, чем я нахожу хоть что-нибудь в этой игре. Так, я бегать могу. Это меня радует. Я нашел первый объект. А, я должен собирать игрушки. Ну, я пока что не вижу Фредди. Он меня тоже не видит. Я нашел его игрушку. Давай я просто верну тебе игрушку, и ты успокоишься. Я должен найти целую кучу объектов. Вот мне же прям делать нечего, как бродить по лабиринтам из комнаты, искать какие-то всратые объекты. Еще одна игрушка Фредди. Я должен найти сколько объектов? Почему они не собираются? Ага, класс. То есть я в том месте не собрал игрушку Фредди? Ага, собрал. Осталось всего две игрушки, и у меня осталось всего 26 секунд. То есть я должен спидранить эту игру еще дополнительно? Вы что, прикалываетесь? Прикалываетесь? Да, вот этого я, конечно, максимально не ожидал. По-моему, здесь я не забрал игрушку. Да, я ее не забрал. Собираю игрушку. У меня есть 15-10 секунд, чтобы найти последнюю игрушку. Где она может быть? Я нашел только свой инфаркт здесь. Окей, опять начинаем бежать. Опять мне нужно найти пять объектов. Собираю их. А что они сами-то не собираются? Вот, собрал замечательно. Еще собрал. Всего три объекта. Ну, я должен пройти эту игру хотя бы разочек. Ну, хотя бы пол разочка. Собираю две игрушки. Осталось, теперь у меня есть почти минута времени. Этого мне точно хватит на то, чтобы найти последнюю игрушку. Чика? Да! Все. Время есть. Деньги есть. Усилия есть. Мозгов нет. Но мозги в таких играх и не нужны особо. И последняя игрушка. Я победил. А это значит, что ты должен поставить лайк под этим роликом. И, ребятки, сейчас без шуток, но напишите-ка в комменты, стоит ли мне продолжать проходить ФНАФ спустя два года после выхода, чтобы потом DLC посмотреть. Звучит настолько тупо, что как будто бы нет. Но все равно напиши об этом в комменты. Если что, тоже поставь лайк. Не забудь подписаться на канал. Вдруг здесь появится что-то прям невероятно веселое. И с тобой сегодня был Fox Neo. Увидимся.